В эфире служба новостей Саров-24 в студии Дарья Козина. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Выбор будущей профессии. В Сарфите началась работа приемной комиссии. Школа маленьких пианистов, летняя творческая школа, открылась в музыкальной школе имени Балакирева. С русским воином через века юные читатели подготовили виртуальную мемориальную экспозицию. Число бюджетных мест в вузах увеличили. Выделено 626 тысяч бюджетных мест. На 2000 больше, чем в прошлом году. На приоритетные для экономики специальности, прежде всего инженерные, перераспределено более 12 тысяч мест. Общее количество заявившихся абитуриентов составляет более 260 тысяч человек. С начала кампании они подали более 660 тысяч заявлений. Есть несколько способов подачи документов. Лично, почтовым отправлением, посредством информсистем вузов и через суперсервис поступления в вуз онлайн. Сервисом поступления в вуз онлайн воспользовались 126 тысяч человек. Молодые люди через портал государственных услуг могут подать заявление в более чем 1000 учебных заведений. Это практически около 600 университетов и почти 450 филиалов. Сделать это можно из любой точки страны. Экстракториально и без личного посещения комиссий, бумажных документов, очередей. Конечно, это гораздо удобнее и комфортнее для ребят. В Саровском физико-техническом институте началась работа приемной комиссии. Сейчас заявление на бакалавриат и специалитет подали порядка 60 абитуриентов из Крыма, Коми, Краснодарского края и Сарова. О том, какие в этом году правила и что нужно учесть при поступлении, расскажем в нашем репортаже. Приемная кампания в Саровском физико-техническом институте стартовала с 15 мая для двух уровней – магистратуры и аспирантуры. С 20 июня в УЗИ начали принимать документы от абитуриентов, которые планируют поступать на бакалавриат, специалитет или на среднепрофессиональное образование. В этом году в Сарфате выделили 122 бюджетных места на бакалавриат и специалитет технического направления и 12 мест на направление экономика. Подать необходимые документы для поступления можно разными способами. Они могут прийти лично к нам в приемную комиссию, подать документы и поговорить с сотрудниками приемной комиссии, развеять свои сомнения, проверить свои мифы, которые существуют. Я о них еще расскажу. Есть у нас еще один способ – дистанционный. И здесь ребята могут подавать документы как через информационную систему НИЯУМИФИ, так и через посредством портала госуслуг. Подать заявление дистанционно бывает удобнее и проще. В этом году многие абитуриенты воспользовались такой функцией. Но для этого необходимо внимательно ознакомиться с правилами приема в институт, с минимальными проходными баллами и документацией. По словам ответственного секретаря приемной комиссии Сарфате Ирины Суворовой, многие ребята при поступлении не учитывают свои индивидуальные достижения и декабрьское сочинение, которые, в свою очередь, могут принести им дополнительные баллы. То есть, если они декабрьское сочинение написали, у них зачтены все пять критериев, то они имеют право получить два дополнительных балла. Если четыре критерия, то один дополнительный балл. А получается, что они даже вот эту возможность в один дополнительный балл, который может сыграть огромную роль при прохождении на бюджет, они его не учитывают. Сотрудники приемной комиссии Сарфате Ирина Суворовой в таком случае сами проверяют каждого абитуриента через портал единого госэкзамена и смотрят, можно ли ему начислить баллы за сочинение. В этом году во всех вузах страны установили единые день и часы подачи оригинала тестата, при наличии которого вуз может зачислить абитуриента. При этом оригинал можно подать и через госуслуги. Но следует принять во внимание, что аттестат в живом виде, который лежит в вузе, имеет приоритет над электронным аналогом. В этом году ввели понятие «отдельная квота» для выпускников белгородских школ ДНР и ЛНР, а также для детей-участников СВО. Эти категории будут поступать 28 июля. От 3 августа уже по основному конкурсу, те, которые не имеют никаких льгот, они будут уже зачисляться вот 3 августа. Так вот, 28 июля и 3 августа через госуслуги подается до 12 часов, чтобы успела все у системы федеральной обработать эти документы. А к нам вот лично приносят уже оригиналы до 6 вечера. Еще одно новшество этого года. После 25 июля нельзя будет изменить приоритеты на направления. Оригинал абитуриент подает в конкретный ВУЗ, поэтому система сама проведет зачисление. Если не получится поступить на первый приоритет, документы автоматически перейдут на второй и так далее. Сейчас заявление подали порядка 60 абитуриентов на бакалавриат и специалитет из Крыма, Коми, Краснодарского края и Сарова. Горячую воду в Сарове отключат с 31 июля по 9 августа. Плановое отключение проводят каждый год для проведения профилактических мероприятий, напоминает Департамент городского хозяйства. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Получить помощь для ветеранов СВО стало проще. Речь идет о таких мерах поддержки для ветеранов и семей, как медицинская и социальная реабилитация, лекарственное обеспечение, психологическая помощь, технические средства реабилитации, санаторно-курортное лечение, переобучение и трудоустройство ветеранов. С обратившимися работают социальные координаторы, а также специалисты различных ведомств. Министерство соцполитики и Минздрава, Госюрбюро, Центра занятости, Военного комиссариата, Социального фонда и других структур, которые могут помочь с решением возникающих проблем. Максимальный размер больничных и пособий по уходу за ребенком до полутора лет увеличится. В 2024 году он вырастет на 49% и составит более 49 тысяч рублей в месяц. К 2025 году выплата превысит 66 тысяч в месяц. Родители детей до полутора лет получат 40% от среднего заработка. С 1 февраля текущего года сумма составляет от 8,5 до 33 тысяч рублей в месяц. Один из способов платить меньше за коммунальные услуги – оформить компенсацию. Она предоставляется отдельным категориям граждан, например, ветеранам боевых действий и инвалидам. Другие категории могут быть установлены законодательством субъектов РФ. Размер компенсации – до 50% от суммы расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. Еще это может быть ежемесячная фиксированная выплата. С этого месяца компенсацию за коммунальные услуги оформляют по единому стандарту. Торжественное открытие первой открытой летней творческой школы маленьких пианистов атомных городов прошло в детской музыкальной школе имени Балакирева. В школе принимают участие 15 маленьких музыкантов из пяти городов России. Лесного, Заречного, Балакова, Краснодара и Сарова. Мастер-классы, круглые столы, репетиции и концерты маленьких артистов. Программу летней творческой школы в музыкальной школе имени Балакирева подготовили насыщенную. Первый день сразу погрузил ребят в мир музыки. С юными талантами занималась руководитель и ведущий педагог проекта Александра Большова. Детки есть очень хорошие, в таком хорошем, в настоящем смысле, на уровне, то есть участники новых имен, фон Спивакова, да, и участники разных других известных конкурсов. Вот с этими детками мы тоже занимаемся. Я надеюсь, что благодаря действиям в рамках нашего проекта этих детей будет больше, потому что очень важно начинать раньше. Чем раньше начнешь, тем раньше они проявляются, и тем больше будет этих звездочек в Сарове. Поэтому чувствую некоторую причастность. Открытая летняя творческая школа стала продолжением проекта «Школы маленьких пианистов», который уже два года реализуется в рамках программы «Территория культуры Росатома». В летней творческой школе принимают участие 15 маленьких музыкантов с родителями и педагогами из пяти городов России – Лесного, Заречного, Балакова, Краснодара, Сарова. Возраст участников от 4 до 9 лет. Интенсивный ритм работы порой удивляет и ребят, и самих родителей, призналась Александра Большова. Я говорю после окончания мастер-класса, ну ты же сейчас идешь в соседний класс, ты же идешь заниматься, и я могу сказать, что глаза круглые у всех. Не только у ребенка, и у педагога, и у родителя, и у ребенка у всех недоумение. Как так еще заниматься, опять идти заниматься? Я говорю, ну да, конечно, наши концерты завтра, послезавтра, послепослезавтра. Так что это такое событие в их жизни и для родителей тоже, в том числе, необычное и очень полезное. На торжественной церемонии открытия школы для зрителей подготовили музыкальный подарок от Александры Леонидовны и ее ученицы Варвары Закалиной. В их фортепианном дуэте прозвучал светлый и радостный концерт Моцарта. Перефразируя известную пословицу, мы те, на чем мы играем. Фортепиано – это прекрасный инструмент, который позволяет овладеть максимумом возможности тембровой, регистровой. То есть этот инструмент является по заслуге инструментом оркестра. Занятия школы продлятся до 7 июля. Художественные, документальные, анимационные фильмы. 8 и 9 июля в художественной галерее пройдет кинофестиваль «Свет лучезарного ангела», который организован фондом социальных инициатив при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и администрации Сарова. О программе фестиваля расскажем далее. Фестиваль «Свет лучезарного ангела» Саров в этом году принимает во второй раз. Лучшее доброе кино международного благотворительного кинофестиваля покажут для граждан в художественной галерее в субботу и воскресенье. 8 июля в 12 часов гостей ждет торжественная церемония открытия кинофестиваля с приглашенными гостями. Российская актриса театра и кино Ольга Лапшина расскажет о работе над фильмом «Мария спасти Москву», после чего состоится показ киноленты для лиц старше 12 лет. Мы ждем, что Ольга Лапшина приедет, расскажет о том, как снимали фильм, расскажет о себе, очень интересный человек. Необычная у нее роль в этом фильме «Мария спасти Москву». Я думаю, что она приедет и расскажет как раз в том числе и о своем участии в этом фильме. В этот же день в 18 часов начнется фильм «Однажды в пустыне», который получил Гран-при за лучшее полнометражное игровое кино для лиц старше 12 лет. В фестивальный день 9 июля в 12 часов откроет детская программа из четырех анимационных фильмов. «Мамина пуговка», «Пингвины», «Синий лев» и «Куда уходят папы». Каждый мультик о добре и о важных человеческих ценностях, без возрастных ограничений. После киносеанса для юных гостей галереи пройдет творческая мастерская. Фильм «Синий лев» режиссера Зои Трофимовой вдохновил нас на творческую мастерскую, которая будет здесь, в художественной галерее, проходить после завершения киносеанса. Так она и называется, «Синий лев», и будем мы делать главного персонажа этого фильма. Дети уйдут с синими львами. На творческую мастерскую нужно обязательно предварительно записаться. В воскресенье пройдут еще два показа. В 14 часов покажут документальный фильм «Святой архипелаг» о жизни Соловецкого монастыря для лиц старше 12 лет. Вечером в 18.00 завершит кинофестиваль лента «Приключения маленького Бахи» для лиц старше 6 лет. Вход на все показы свободный. Справки по телефону 702-87. Светлана Ярунова, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24. В Пушкинке подвели итоги большой и серьезной работы, которую реализовала немногочисленная группа совсем еще юных ребят. Восемь мальчишек от 9 до 12 лет весь июнь трудились над созданием веб-продуктов для будущей виртуальной мемориальной экспозиции с русским воином через века. Подробности далее. Что такое кистень, какую тактику использовали немцы на ледовом побоище и сколько длилась русско-турецкая война? Ответы на эти и другие вопросы воспитанники станции юных техников искали в рамках проекта «С русским воином через века». С мая этого года ребята погружались в историю, изучали биографии Александра Невского, Дмитрия Донского и Федора Ушакова. Значимые атрибуты – события и сражения. Работали на базе станционных техников здесь, в библиотеке имени Пушкина. Также мы посещали экскурсии, были в музее Стрелецкая Слобода, это центр внешкольной работы. Были в музее Ушакова, в библиотеке Маяковского, а также в городе Темников кое-кто у нас побывал. Также проходили мероприятия и на свежем воздухе, помимо аудиторных занятий, проходили мероприятия на свежем воздухе. Различные квесты, различные реконструкции боев древнерусских. Ребята обработали полученные знания и преобразовали их в интерактивные медиапродукты с помощью веб-ресурсов. Результатом работы стали 26 виртуальных проектов, кроссворды, пазлы, экскурсии, лента времени. Тимур Оревкин сделал 7 из них. Теперь создать, например, компьютерную викторину для него проще простого. Легко работать было в скрече и в лёне ад, а довольно тяжело в облако слов. То есть там надо было фразы некоторые знать и правильно их писать. За время исторического летнего лагеря ребята научились работать в команде, делать многокадровую съемку, преобразовывать аудио и видеофайлы. Протеерей Александр Брюховец также отметил патриотическую часть проекта. И то, что вы сейчас делаете в рамках этого проекта, в рамках защитников Отечества, это станет тем фундаментом, той базой, тем внутренним содержанием, которое даст вам возможность встать на место древних защитников Руси. И защищать от тех угроз, от тех бед, от тех, так сказать, напасти, которые будут. Плоды стараний воспитанников станции юных техников и их руководителей саровчане смогут оценить уже в августе на интерактивной панели в холле детской библиотеки имени Пушкина. Сотрудники уверены, подобный формат будет интересен как детям, так и взрослым. Дарья Козина, Евгений Шикарев, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров, 24. И это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. Следите за новостями города в группах канала 16, в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники. Там же вы найдете все информационные выпуски и авторские передачи. В студии работала Дарья Козина. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Дарья Козина.